Так, Москва, день четвертый. С чего начали? Темы закончили. Мы опять в замке. Он открыт. И здесь какая-то тематическая тусовка, вроде Шотландии или что-то, или Франции. В общем, сын пишет пером и танцует какие-то древние танцы под... Господи, как она называется, даже не помню. В общем, там девушка сидит с вот этой штукой. Виланчель? Нет, не виланчель. Ну, в общем, вы поняли. Молодцы. Беремся все за ручки. Повторяйте. И мы по-прежнему вверх и шаги. Девушка, тут шаг направо, шаг налево. Идем в церковь. Идешь назад. Вот тут знакомые. Нет, ну, Рана, мы не танцевали, он уже без нас. Давайте начнем весну. Да. Нет, ну, Рана, мы не танцевали, он уже без нас. Мы сначала чуть-чуть поговорим о нотах. Вот обычные вот такие вот нотки вы знаете, да? Да? Лучше не трогать, а то так раз и черненькая будешь. Ну, ладно, трогайся. У нас здесь нота, я вам говорю, какие слова-то, но на французском языке, старо-французском. И у нас н, н, лё, сэрри, н, лё, сэрри. Сможем повторить? Уже поможем. Да? Н, лё, сэрри. Молодец. О! Попробуй, пожалуйста, написать нижнюю нотацию, сердечко можно нарисовать. Даня, ты как Моцарт прямо, да? Только ты как-то держишь ее неправильно, мне кажется, как ручку. Понятно. Ты видишь песню на французском? Попробуй. 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 угадать давайте строма года угадывает должны где средневековый аромат где современный до 11 современ а здесь пока подозрение так еще что маше кубочек Войди, пожалуйста. Мне кажется, я сел. Я уходил с ним под столом, чтобы бахнуть в столом. Что вы делаете? Штырочки путем. Возле вашего. Зеленый, да? Я из-за синий. Правильный ответ – желтый. Можно попробовать. Я сказала, что точно современный. Да, роза, цитрус и шалфей. А, шалфей, я думаю, что у меня напоминает. Прям такой запах знакомый. Горло, горло полоскали. Смотри, делай печать. Сейчас. Примагаешь красный и начинаешь обладывать башню. Как только Маши, причем хорошим слоем, то свету прикладываешь вот сюда. Сразу, если теперь. Переворачивай, и по обедней мошке. Посильнее краска, чтобы прям много было. Да, чтобы надо. Для этого не стыдно. Да, да, это он. Цветовый, сынок. Да. Давай. Ну, что, давай, сынок. А здесь что, тоже письмо, да? Молодец. А я... А я, не знаю, не таюсь. Я знаю. А я, не знаю. А я, не знаю. Здравствуйте. Во! А ты! Что? Что вы, почему? Что? Шанфы, шансы. Шансы. А сейчас, если человеку, когда есть шансы, есть, это посадка. Ты, например, победила в турнире в каком-нибудь, и тебе в награды, и то, что ты победила, дают такую штучку отличительную. Ты ее крепишь себе на шапочку, и все знают, что ты победила там, например, в большом турнире. И чтобы сделать вот такое вот штучку, а не плоское, резались каменные формы, то есть это мягкий камень известняк. В нем с помощью любых металлических предметов, всяких рисков, вырезалась форма. Собственно, я вот сейчас начинаю реализовать вот такой штучку. Если посмотреть, то видно, где пайки. А вот эти, они такие уже помассивные. Видишь, что это прям массивное присоединение к этому форму? А вот это длинные идеи, или волокое, или бронзовое. Оно кажется, что это волокое, но на самом деле. Вот так. Смотри, сейчас я тебе покажу, а дальше ты будешь делать сам. Нет, там же, например, вот это для людей. Все, давай, садись. Привет. Ну что, расскажите, что мы тут играли про символы, средневековые слова, современные. Ну смотри, игральника, она, по сути, появилась в разных понятиях, ближе к 12 сентября. В Европе пошла годовая феодальная раздробность. То есть, раньше были тоже свои гербы, символы. Но именно игральника — это свод законов и правил, по сути, которые используются. Тогда просто все молевали, что им не в том числе правила и законов. И прямо в это время. Вот. Ну что, Даня, закончились московские каникулы? Угу. Теперь обратно на Воронеж. Угу. Уже на Воронежские каникулы. Да-да, точно. Угу.